В Краскове провели заседание рабочей группы по вопросам строительства школы. В её состав вошли активные жители, представители Совета депутатов, администрации городского округа Люберцы, а также компании-застройщика. Участники встречи рассмотрели локации, которые предложили жители для строительства в посёлке Школы на 700 мест. Подробности далее. Точка сбора – гаражный кооператив «Силикат». Это одна из территорий, где жители посёлка предлагают построить школу. Привлекла шаговая доступность от ЖК Новокраскова. Но воплотить эту идею в жизнь невозможно. Слишком много препятствий. Инженерные коммуникации – это санитарный разрыв железной дороги. Это порядка 200 всё-таки собственников. И самый основной момент – очень маленький земельный участок. Такая же ситуация через дорогу. На территории производственной площадки, которую также попросили рассмотреть жители, недостаточно места для размещения школы. К тому же она обременена санитарными зонами. Далее по маршруту улица КСЗ. По мнению красковчан, строительство можно начать на месте двух малоэтажных домов. К сожалению, здесь идёт магистральный газопровод по участку. Участок очень маленький, опять же нормативно. Его нельзя сформировать. Также в качестве альтернативы – бывшая автошкола и участок земли рядом с малым красковским карьером. Члены инициативной группы рассмотрели и эти варианты. Но минусов в них оказалось больше, чем плюсов. Многие предложенные варианты, они крайне опасны для детей. Мне, честно говоря, очень нравится лесной участок. Я считаю, что это крайне интересный проект, который мог бы дать пример другим. У меня через четыре месяца появится ребёнок. И вот, конечно, очень хочется озаботиться о его будущем. Во время такой совместной прогулки у жителей появились новые предложения. Администрация округа и представители компаний-застройщиков взяли их в работу. Они предложили посмотреть промзону в нейстрома и по поводу 55-школы провести реконструкцию путём пристройки. Жителям был задан ряд вопросов, соответственно, которые мы подготовимся, подготовим документы, ответы. И к следующей встрече уже будем готовы более детально пообщаться, предоставить необходимый материал, который они запросили. Напомню, строительство школы на 700 мест – часть инвестиционного проекта ЖК Новокроскова. В настоящее время подобрано единственное место, которое размещено в шаговой доступности от жилого комплекса и соответствует требованиям СанПИН для размещения объекта образования. Но спортивная зона частично затрагивает земельный участок Государственного лесного фонда. После завершения строительства на этой территории высадят компенсационные деревья, установят освещение и камеры видеонаблюдения. Таким образом, школьники будут получать знания и дышать полезным лесным воздухом, а жители посёлка – гулять с комфортом.